Представьтесь, пожалуйста. И с позиции общественного контроля, то есть с позиции потребителя. У меня есть статьи 9 номер ЖКК за 2011 год, потом председатели ТСЖ номер 8 и 9 за 2013 год и номер 11 за 2013 год. Вот вопросы, те, которые я сейчас озвучил, это отопление, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение. Вот, значит, сегодня мы поговорим в основном об отоплении и горячем водоснабжении. И, опять же, я хочу подчеркнуть, будем говорить с позиции того, как нам проконтролировать правильность подачи тепловой энергии нам, и если есть необходимость, надо начать распирательство по этому вопросу. Давайте первый слайд. Я с собой взял квитанции, они у меня там, ничего страшного. Как просто определить, насколько энергоэффективна у вас система отопления? У вас есть квитанция, да? В ней есть конкретные калории, которые поступают в вашу квартиру. Ну, вы, наверное, знаете, что в Москве в соответствии с 857-м постановлением правительства Российской Федерации принято 468-е постановление в 2012 году, пока пускай это будет, по которому мы продолжаем рассчитываться за отопление равномерно по 1.12 потреблению предыдущего года. То есть, если вы сейчас открываете свою квитанцию, то вы видите за отопление и в этом месяце, и в следующем определенную сумму. Вот, например, в квитанции стоит сумма 0.75 гектакалорий за конкретный месяц. Квартиру 50 квадратных метров. Вот, кто мне может сказать, какое потребление в данном доме, эффективное или неэффективное? Еще раз повторю, 0.75 гектакалорий на квартиру в 50 квадратных метрах общей площади. Неэффективно. Очень важно. Разделите. Ну, одно на другое делим, получаем потребление 0.015 гектакалорий на метр квадратный. Усредненного за 12 месяцев вы говорите неэффективно, да? Максимумно. Нет, это нормально. Да, вот, значит, тут мнения как бы разделились. 0.015 по отношению к нормативу в городе Москве потребление будет эффективным, потому что норматив в городе Москве 0.016. Но, если мы обратимся к 306 по установлению и посмотрим в старом варианте таблицу номер 7, почему я говорю в старом варианте, потому что именно в старом варианте потребление рассчитывалось на 1.12 годового потребления. В новом варианте таблица номер 4. Там для каждого, для домового каждой этажности будет приведена своя таблица удельных потреблений на квадратный метр. Вот. И вы там можете увидеть, что если вы живете в четырехэтажном доме или в трехэтажном, то для вас 0.015 будет эффективно. А если вы живете в многоэтажном доме, 5 и выше этажей, то 0.015 на самом деле будет не очень энергоэффективно и в принципе есть над чем задуматься. Значит, подходы такие самые простые, если никто не хочет вдаваться глубоко в анализ. Если вы получаете потребление за год 0.008-0.0010, то это 0.0,0-1. Давайте надпишем. То есть если на метр квадратной общей площади жилой вы получаете вот эти величины, это вообще отличные величины. Вот. Они достигаются в очень немногих квартирах. Если вы получаете величины где-то, соответственно, 0.010. Давайте скажем так. Это хороший показатель, хороший показатель по современным метрам. Вот. В принципе, сильно задумываться особо тоже, может быть, не стоит. В принципе, уже можно что-то такое делать. А если вы хуже получаете показатель... То есть, вот эта величина будет у нас больше, да? Нет, меньше. Вот так вот. Вот так вот. Если ваша величина будет больше, чем вот эта величина, то тут надо действительно уже задумываться и смотреть, почему, так сказать, вот у вас такое потребление. В Москве, на самом деле, в домах современных, как я сказал, хорошее потребление в этом диапазоне. В этом диапазоне. То есть если вы получаете по своей компетентации вот такую величину, то, ну, скажем так, более-менее, более-менее у вас с потреблением все нормально. Вот. Теперь, что же нам делать? Что же нам делать и как подходить к анализу, если вдруг у нас теплопотребление не укладывается в эти вот ноты? Значит, давайте посмотрим... Давайте посмотрим на первый слайд. Первый слайд – это постановление 306-е. Есть такие, которые, ну, не смотрели вообще по нормативам 306-е постановление вообще никогда. Вот вы не стесняетесь? Мы не смотрели. Есть, да? Ну, значит, сегодня вот Марина Сергутин, Сергутин я просил подготовить подраздаточный материал. Там рекомендованные постановления. Если кто-то захочет, то этим, значит, листы можно взять и, соответственно, посмотреть. Это одно из основополагающих постановлений, которые, конечно, в общем-то нужно знать, если подходить к анализу. Потому что без него, ну, анализировать будет достаточно все сложно. Вот. Как было сказано, что норматив определяется в количестве потребленных в доме тепла или расчетного, да, или реально измеренного, на, ну, вообще говоря, расчетного, да, на площадь, в данном случае здесь площадь жилых и нежилых помещений, и площадь общего имущества сейчас, да, по новому 36-му постановлению, и количество месяцев отопительного периода. Вот. Но так как мы сейчас еще не перешли на 354-е постановление, то на самом деле у нас норматив остался пока как 1-12-е. То есть можно считать, что мы делим на площадь, значит, жилых и нежилых помещений и на 12, и на 12 вот здесь вот. Получается у нас такое вот нормативное показатель. Теперь, какие есть проблемы в 306-м постановлении? Обратите внимание, мы делим на количество месяцев либо отопительного периода, либо всего года. У нас получается усредненный норматив по месяцам всего года или всего отопительного периода. Возникает вопрос, отражает ли это реальное потребление нашим домом тепловой энергии в течение года, или не отражает. И мы вынуждены ответить, что, к сожалению, за 20 лет, которые прошли у нас в новых экономических условиях, законодатель не позаботился о том, чтобы у нас нормативы были не только нужны для того, чтобы определять годовое употребление объектов тепловой энергии, как раньше по укрупненным показателям, но так как теперь они используются в коммерческом учете, то, конечно, нужно приближать к объективности. Объективность такова. Каждая бабушка знает, что в холодные месяцы года, зимой, ей нужно больше троп, и топить она должна быть больше, а в дальнюю осень и, соответственно, в позднюю весну потапливать можно совсем чуть-чуть. И, соответственно, тепловой энергии нужно значительно меньше. Вот учет сезонности – это та проблема, которую сейчас нужно решать законодателю для того, чтобы у нас не было прыжков при коммерческом учете, когда приборы учета, общедомовые, выходят из эксплуатации, берутся на поверху, на замену или ремонтируются и выставляется, соответственно, норматив. Если это делается в теплые месяцы, соответственно, норматив у вас всегда будет превышать реальное потребление. То есть вы при переходе на норматив будете платить за непотребленное реально тепло, а потом, когда холодные месяцы приходят, вам включают, и все будет нормально. Дальше пойдет, может быть, достаточно сложные вещи, но, к сожалению, анализ, он сделается с помощью графика в форму. Те, кто умеет работать с таблицами Excel, то здесь будут продемонстрированы графики, построенные по таблицам в Excel. Кто это делает, кому это делать трудно, то можно все это сделать на обычной глиметровке. То есть обычные таблицы постепенно точки наносить, наносить, как в школе, на плоскости и получать вот те графики, которые здесь будут продемонстрированы. Итак, посмотрим на вот эту вот формулу. Она показательна. Это количество тепловой энергии зависит у нас от какой-то величины х линейно. Вот функция линейная, она отображается алгебраически вот в такой форме, где х переменная. Вот если мы формулу 19 посмотрим в 36-м постановлении, мы увидим, что эта формула по отношению к величине средней температуры за отопительный период, вот эта величина, она тоже будет фактически являться линейной функцией. Почему? Потому что все остальные параметры будут фиксированы. Я вам расскажу об этих параметрах. Величина у максимум, так сказать, нагрузка тепловая на дом, часовая. Она берется из паспортов дома, технических паспортов или же договоров с ресурсосамжающей организацией. Она у вас всегда должна есть. И только если ее у вас нет, вы можете использовать таблицу номер 4, 306-го постановления, и вот через удельную, через величины удельной тепловой, вот как написано, это удельный расход тепловой энергии на отопление на гвоздиного дома и соответствующей площади, получить ее, так сказать, расчетным путем, явно уже тут уже будет определенное завершение. Вот. 24, это 24 часа в сутки. Н0, это количество отопительных периодов. В Москве их 214 по расчету. Вот. Т-внутренняя, температура внутри, на которой проводится расчет, расчет обычно у нас проводится либо на 18 градусов, либо на 20. То есть 354-е постановление для проведения на 17 градусов, но все проектировщики рассчитывают на 20 градусов. Вот. Т-это-т-внутренняя. Т-это, значит, расчетная, основная. Расчетная основная температура у нас получается минус 28 по воздуху. Более точно! Продолжение следует...